Доброе утро, уважаемые трейдеры! С огромным удовольствием приветствую вас на очередной торговой сессии. Все ближе мы к долгожданному четвергу, когда будут опубликованы протоколы заседания и, соответственно, процентная ставка, на которую сейчас ориентируются все финансовые рынки. Потому что этому событию уже его используют, точнее, трактуют как событие десятилетия. Потому что если мы действительно увидим повышение процентной ставки, то это произойдет впервые за последние 10 лет. Обо всем, разумеется, поговорим по порядку. Хочу снова напомнить, что в ходе сегодняшнего брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках HomeMarkets. Чтобы получить бонус, все предельно просто. Связывайтесь со своим персональным менеджером и меняйте это слово, соответственно, на бонус на пополнение. Думаю, не нужно обозначать привлекательность такого понятия, либо возможности, как повысить покупательскую емкость ваших депозитов, особенно на фоне таких активных и волатильных торговых сессий. Движение очень серьезное. И я думаю, что наибольший интерес вызовет как раз сессия четверга, когда ключевые валютные активы, валютные пары смогут показать волатильность и динамику, которую мы не видели уже многие месяцы. Учитывая то, что события значимые, я видел даже прогнозы возможности движения пары доллар-японская иена, преимущественно, конечно же, с потенциальным ростом, на 300-400 пунктов это в моменте, если ставка будет поднята. Ну и такие же риски могут быть характерны в том случае, если ставку все-таки оставят на прежнем уровне, хотя здесь также можно дискутировать на тему потенциального влияния и последующих ожиданий после этого. Давайте начнем все-таки с наших традиционных привычных активов. Это позиции черного золота. На сегодня, на текущий момент мы видим актуальные котировки 47,39. И в целом можно констатировать, что вчерашняя торговая сессия оказалась для бренда разгрузочной. День был закрыт в красной зоне. И сейчас бренд по-прежнему сохраняет предпосылки для такого же полномерного локального ослабления. Потому что фундаментальный фон за последние месяцы, по сути, не изменился у нас. Достаточно серьезных факторов, указывающих на то, что расхождение между спросом и предложением и дальше будет толкать этот актив ниже. Мы знаем то, что в эти выходные были опубликованы макроэкономические данные китайского происхождения по роничным продажам, капиталовложениям и промышленному сектору. Наибольший негатив связан как раз с промышленным сектором, потому что там просадка хуже, соответственно, гораздо больше, точнее, ожиданий. И такой негативный отчет, конечно же, ждали немногие. В целом, это, скажем, статистика, которая подтверждает актуальные проблемы Китая, а значит, создает условия для прежних спекуляций касательно того, что дальнейшее снижение темпов экономического роста Китая, будет причиной снижения и падения динамики ВВП всей мировой экономики, и, разумеется, скажется на спросе на сырьевые товары, к которым традиционно относится и нефть. Поэтому позиционно данный новостной фонд смело можно трактовать как возможность для негативного ослабления, для, соответственно, коррекционной динамики. Мы знаем то, что ОПЕК не хочет проводить внеочередного заседания, потому что борется за свою долю на рынке и не хочет отдавать ее никому. Значит, в лучшем случае следующее заседание пройдет в декабре, и только тогда могут быть подняты вопросы, связанные с квотой производства. До этого в рамках ОПЕК квота может быть даже повышена, потому что мы знаем, что идут переговоры о возобновлении членства в рамках ОПЕК Индонезии. Мы знаем то, что и Иран готов увеличить производство на несколько миллионов баррелей в сутки. И в целом у нас уже катастрофический объем выработки энергоресурсов, который не находит соответствующего спроса. Поэтому эти проблемы никуда не деваются. Мы также следим за запасами нефти США. В частности, сегодня будет оценка от ОПИ, частное агентство. Завтра уже Минэнерго США. Но я уже готовил вас к тому, что, скорее всего, тенденция о снижении запасов продолжится, потому что сейчас объемы выработки энергоресурсов, точнее, переработки нефти в США снижаются из-за планового, скажем, техосмотра заводов. И если запасы будут расти, значит, на нефть будет оказан еще больше прессинга. Из позитивных факторов стоит отметить вчерашний прогноз ОПЕК касательно того, что до конца 2015 года они ожидают увеличение спроса на нефть до 29,3 миллионов баррелей в сутки. Я бы согласился с тем, что это позитив, конечно же. Но только в том случае, если бы фактически объемы производства были бы ниже этой планки. А сейчас получается спрос 29,3, производство 31,5 миллионов баррелей в сутки. То есть обычная математика, расхождение указывает на то, что никак в этой, скажем, фундаментальной составляющей невозможно найти стратегического и тактического фактора поддержки для позиций черного золота. Значит, по нефти мы продолжаем двигаться вниз. Следующая цель, еще раз напоминаю, 45 долларов за баррель. Рубль. Также все без изменений. Актуального новостного фона, интересных событий за прошедший день не произошло. И, наверное, даже если бы это и случилось, мы все равно прекрасно понимаем, что ключевым драйвером для движения остается нефть. Из-за высокой степени корреляции между ними, ну, ничего рубль не может подделать, если нефть валится, придется сдавать и ему позиции. Если эта тенденция продолжится в плане коррекционной динамики черного золота, будем ждать еще большую девальвацию, на которую, собственно, и делаем большую ставку. Следующий уровень – возможность движения пары USDRAP в район ближайшего сопротивления. 70 метим туда, потому что прекрасно понимаем, что черное золото в любой момент может просесть еще на несколько процентов и снова оказаться ниже 45 долларов за баррель. И тогда рубль придется полномерно девальвировать, чтобы сохранить хоть какие-то показатели достаточности российского бюджета. Здесь также мы не отказываемся от своей прошлой цели, прекрасно понимаем то, что прежние инвестиционные идеи, они по-прежнему состоятельны и сохраняют потенциал для дальнейшей реализации. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Вчерашнюю торговую сессию по евро-доллару можно разделить на два периода. Первый – это связано с бычьим ралли, когда мы видели, что европейская валюта достигла дневного хая в районе 1.13.72. И было это связано в том числе с тем, что трейдеры уходили из расположения рисковых активов и делали ставку на валюты убежища. Почему? Потому что валился китайский фондовый рынок. Напомню, что китайский композитный шанхайский индекс, когда мы проводили вчерашний брифинг, показывал отрицательную динамику на уровне 3,4%. Но к закрытию сессии, конечно же, этот негативный предел удалось ослабить. Фактическое закрытие на минус 2 с небольшим процентом. После того, как, вроде бы как, соответственно, фонда оттолкнулась от своих локальных значений, это оказало снова поддержку прежним инвестиционным идеям и стало причиной, опять же, интереса к американской валюте и к более высокодоходным инструментам. Евро после этого стал полномерно ослабеть, но, в принципе, именно это нам сейчас и нужно, потому что мы прекрасно понимаем, что главный валютный риск сохраняет потенциал для куда большей коррекции. Вчера были опубликованы данные по промышленному производству еврозоны. Показатель очень хороший. Но в целом он практически полностью был проигнорирован европейской валютой, потому что даже в рамках ЕЦБ прекрасно понимают, что если мировая экономика и Китай и дальше будут демонстрировать признаки слабости, это может привести к еще большей просадке мировой экономики в целом и, соответственно, снизить объемы экспорта из еврозоны. Если будут снижены объемы экспорта, значит, также полномерно просядут и показатели по ВВП. Риски присутствуют и, в целом, сейчас, исходя из локального отчета, не нужно строить каких-либо, скажем, оптимистичных иллюзий касательно того, что валютный блок нащупал основание для восстановления, и дальше будет только лучше. Нет, главная проблема – низкая инфляция, она сохраняется, и чтобы решить эту проблему, без мер экономической поддержки дополнительных не обойтись. Значит, мы ждем более агрессивный выкуп активов и ждем буквально в самое ближайшее время. Значит, евро-доллар стратегически будет сохранять импульс для дальнейшего ослабления и продолжит корректироваться к той цели, ближайшей, которую мы поставили ранее. Это уровень 1.10. И не нужно забывать также еще про конкурента и, наверное, даже про постоянный рост спреда доходности между немецкими облигациями и американскими трежерис. Сейчас на фоне контраста монетарных политик интерес доллара куда более выражен. Поэтому приток активов, соответственно, в расположение этого инструмента будет приводить к повышенному спросу на американскую валюту. Будет расти обменный курс и, соответственно, будет оказано еще больше давления на позиции рисковых инструментов. Поэтому евро-доллар ждем движения в район 1.10. Это долгосрочная инвестиционная идея, собственно, то позиционирование, которое мы обычно и руководствуемся на финансовых рынках. Дальше. USD и иена. Актуальные котировки на сейчас. 119.80, хотя не удивлюсь, если уже находимся в районе 120 иен за 1 американский доллар. Вчера можно было выделить комментарии представителя ФРС, хотя это мягко сказано, Фишер не представитель ФРС, а заместитель председателя, руководителя Федеральной зерной системы Джанет Йеллен. И он отметил, что сейчас промедление как раз в сроках повышения процентной ставки может обернуться спустя какое-то время более негативными последствиями для экономики, нежели сейчас пойти на это решение. Соответственно, подобные комментарии я считаю, что можно интерпретировать как еще один сигнал со стороны высокопоставленного американского чиновника о том, что ФРС может действительно удивить рынки и все-таки пойти на столь долгожданный шаг, как ужесточение монетарной политики и повысить процентные ставки. Плюс ко всему, за последнее время мы анализировали комментарии других представителей, в том числе и голосующих членов ФРС. Хочется снова вспомнить комментарии Лейкера и Розенгрена. В частности, Лейкер отметил то, что сейчас нужно отталкиваться от очевидного прогресса на рынке труда. Мы знаем то, что именно так его и можно охарактеризовать. Сектор труда восстанавливается буквально титаническими темпами. И я считаю то, что эта позитивная тенденция будет сохранена и дальше. Если действительно в основу решения по повышению процентной ставки закладывается прогресс на рынке труда, то ставку нужно повышать непременно. Это позиция Лейкера. Что касается Розенгрена, он делал ставку уже на показатели по инфляции, но анализируя актуальный новостной фон и текущие показатели индекса потребительских цен, также, как и мы, отметил наличие оснований для постепенного роста и сделал ремарку на очень важный сейчас комментарий касательно того, что ФРС, принимая решение о повышении процентной ставки, отталкивается от целого спектра секторов, которые характеризуют всю экономику и не руководствуется только одной слабостью, в том числе слабостью, связанной с низкой инфляцией. То есть на низкую инфляцию или, по крайней мере, на наличие предпосылок сейчас по постепенному росту можно закрыть глаза и все-таки переориентироваться на более актуальный и, скажем, позитивный фон, который характерен, исходя из-за прогресса других секторов. Значит, у нас есть уже несколько действительно членов, которые будут голосовать в пользу повышениях от космочных процентных ставок. И не стоит забывать также про нашего друга, поскольку также из состава ФРС, господина Дениса Локкарда, который неоднократно создавал очень неплохое обычай ралли по паре доллар-японская иена и, соответственно, помогал нам реализовывать наши долгосрочные инвестиционные ожидания с точки зрения занятия длинных позиций по доллару. Локкард не отказывается, собственно, от своей прежней позиции и уже месяц назад ясно дал понять рынку, что отдаст свой голос за повышение процентной ставки. Если мы сейчас зададимся целью определить вероятность повышения ставки, то, скорее всего, во всех источниках и средствах массовой информации увидим то, что это около 30%. Но я считаю то, что объективная цифра большей вероятности находится на более высоком уровне. Это, наверное, 50%. И, соответственно, интерес к предстоящему четвергу будет еще более выражен, потому что это действительно полярность мнений, и кто кого одолеет, это покажет время. Я повторяю свою субъективную позицию, которая сводится к тому, что я согласен с комментариями Лейкера, Локкарта и Розенгрена и также отмечаю очевидный прогресс как на рынке труда, так и на рынке недвижимости. Вижу предпосылки для роста индекса потребительских цен и не закладываю катастрофические риски, связанные со снижением мировой экономики, в то, что они могут сказаться негативным образом и, соответственно, на экономике США. А поэтому считаю то, что за последний год экономика дала нам достаточно сигналов, американская, к тому, что готова к нормализации денежно-кредитной политики. А значит, на этот четверг я все-таки делаю ставку на возможность повышения процентных, скажем, процентных ставок, краткосрочных ставок, потому что оснований сейчас для повышения куда больше, нежели, скажем, оснований для того, чтобы это решение отложить на более поздний срок. Поэтому по USD и иене сейчас, наверное, стоит готовиться к постепенному бычьему ралли. Думаю, что вот эта коррекционная динамика может сохраниться вплоть до четверга. Типичная рыночная логика, соответственно, продавая на ожиданиях, покупая на фактах может сработать и сейчас. Если сигнал о восстановлении роста для доллара поступит на рынке, доллар покажет, соответственно, всем своим конкурентам, кто настоящий бык. Я думаю, что усиление позиции американца сможет легко затянуть пару USD и иена к той цели, которую мы поставили ранее. Это уровень 125. Фунт против американского конкурента. Вчера полностью копировал динамику европейской валюты. Незначительное снижение к концу торговой сессии. И, ориентируясь на фундаментальный фонд, мы уже делали статку на слабость промышленного сектора, сектора услуг, на низкий темп экономического роста. Сегодня у нас будет возможность оценить показатели по инфляции. В 11.30 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен по Англии. И, судя по прогнозу, экономисты считают, что показатель может повыситься. Если это произойдет, так как косрочно фонд, разумеется, сможет получить поддержку. Но позиционно эту картину не изменит. Потому что буквально на прошлой неделе я полностью сместил свой акцент в плане макроэкономической статистики с ожиданий по повышению процентной ставки на катастрофически низкие показатели по экспорту. Я считаю, что просадка на 9,3% – это серьезный аргумент, который должен стать причиной, вследствие которого британский мегарегулятор должен задуматься даже о дополнительных мерах экономического стимулирования, но никак не о повышении процентной ставки. Поэтому по фунту позиционная картина, опять же, неизменна. Мы делаем ставку на коррекционное движение. Но пока входить в этот актив, точнее, в этот тандем валютных активов фунт-доллар рановато. Можно подождать достижение снижения пары в район ближайшей поддержки 1,52 и уже оттуда через отложенький селстоп попробовать рассмотреть возможности, скажем, поймать дальнейшие коррекционные движения. Еще хотел пару слов сказать про австралийца. Сегодня утром были опубликованы протоколы. В целом, что можно сказать по факту публикации протоколов? То, что риски о снижении темпов экономического роста присутствуют. Прежние меры экономического стимулирования, которые были задействованы, в том числе, через снижение процентной ставки, работают. Но пока, конечно же, эффект не такой позитивный, как хотелось бы видеть. Есть риски еще, скажем, большего падения инвестиций в экономику. Есть опасения того, что замедление темпов роста Китая непременно приведет к еще большей просадке по ОВП и Австралии. Соответственно, если будут развиваться такие негативные тенденции в плане мировой экономики, просядут, разумеется, и сырьевые товары. Австралия очень сильно зависит от стоимости, соответственно, на энергетический уголь, на железную руду. Поэтому, если цены продолжат снижаться по этим активам, тут пиши пропало. Можно будет смело скидывать еще несколько десятых процентов от показателей ВВП и снова обозначать возможности еще одного шага по смягчению экономической политики. Еще один шаг – это снижение процентной ставки. Поэтому позиционно мы ждем движения пары OutUSD снова в район 0,70. Для этого есть все объективные основания. Что касается сегодняшнего дня по инфляции в Англии, мы уже поговорили. Еще стоит уделить внимание двум отчетам американского происхождения. Это роничные продажи в 15.30 по московскому времени и в 16.15 промышленное производство. Считаю то, что для нас, для тех трейдеров, которые делают ставку на усиление позиций доллара, эти отчеты могут стать еще одним фактором фундаментальной поддержки и, соответственно, только упрощить ожидания готовности американской экономики к ужесточению монетарного курса. И в целом, даже если мы увидим негативную статистику, я думаю, что с повышением процентной ставки уже все, наверное, ясно. И эти отчеты в преддверии заседания уже, по сути, никак не интерпретируются рынком. Локальный, может быть, скажем, локальная реакция последует, но что касается позиционного фона, мы его уже снова повторили. Это ожидание роста доллара против японской иены, движение этой валютной пары в район 125. Собственно, на этом все. Еще раз напоминаю, что сегодня величина бонуса 5,5%, а что касается кодового слова, то это баланс. Если есть вопросы, ждем их на нашем официальном канале Амалькис на YouTube, оставляйте их под видеоокном. Всего доброго, до свидания.